Пенсионеров информировали о обесценивании пенсии более чем на 22% с апреля 2022 года из-за высоких темпов инфляции. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Приоритеты» с Евгением Корсакином. Отдельное спасибо за ваши лайки и подписку на канал. Ну а я перехожу к теме видео. Пожилых россиян предупредили о девальвации пенсионных выплат. Темпы инфляции в России бьют все рекорды. А это, по словам специалистов, неизбежно приведет к обесцениванию пенсий. На данный момент реальный уровень инфляции составляет около 17%, а на начало марта недельная инфляция. По данным ведомства, недельная инфляция на начало марта в России уже выросла более чем на 2%. Последний раз в нашей стране подобную картину можно было наблюдать в далеком 1998 году. Когда цены на продукты, питание и товары резко выросли в декабре из-за общей тяжелой экономической ситуации. Обращаю внимание, что ветераны и пенсионеры могут оформить доплату к пенсии за длительный стаж до 1500 рублей. У нас же цены начали свой рост в декабре прошлого года. Несмотря на то, что по инициативе президента пенсии по старости были еще в январе увеличены на 8,6%, то есть согласно уровню фантической инфляции, и пенсии военным также были увеличены на этот же показатель, власти понимают, что нынешний рост цен уже давно превысил проиндексированные пенсионные выплаты. Причем не только специалисты понимают, что инфляция попросту съела все надбавки, которые недавно были введены для пенсионеров. Также не нужно быть экспертом, чтобы понять, что процесс роста цен на фоне сложившейся ситуации в мире практически не остановить. Как следствие, ежедневно пенсии обесцениваются все больше и больше, поэтому обещанного президентом страны улучшения финансового состояния незащищенных слоев граждан, к коим и относятся пенсионеры, не происходит. Тем не менее, это не означает, что правительство не готово поддержать пенсионеров. Несмотря на девальвацию, президентом страны уже принято решение о возможности проведения внеочередной индексации пенсии. Если в ближайшее время такой закон будет принят, пенсионеры получат реальную помощь и их финансовая ситуация улучшится. Также рассматривается вопрос о единовременной выплате для компенсации расходов. Но что именно при премии правительства, мы узнаем в ближайшее время. Как вы думаете, стоит ли ждать повторения ситуации, как была в 1998 году?